Всем доброго здоровичка! Решил снять видео и рассказать в нем о своих ближайших планах и задумках. И чтобы не быть голословным, просто не говорить, я решил подкрепить свои слова какой-то визуальной картинкой и примером. Собственно, все, что я буду дальше говорить, связано с вот этими фруктами, яблоками и грушами. Вот у каждого сорта фруктов есть своя какая-то история и есть мое личное отношение к ним. Давайте тогда я отставлю в сторону тарелку и буду постепенно обо всем рассказывать. Начну, наверное, с яблок. Именно с вот этих яблок. Это яблоки, которые я впервые попробовал, наверное, 2-3 года тому назад. До этого такого гармоничного вкуса яблок осеннего сорта я не пробовал. Гармоничный в плане сочетания кислого и сладкого. И еще меня очень поразили эти яблоки тем, что они, как никакой другой сорт, просто переполнены соком. Если это яблоко созрело и упало с дерева на асфальт, оно разбивается на 3-2 части. А если падает на траву, как вот эти, оно просто ударяется, делается вмятина, которая переполняется соком. И плюс яблоко трескается. Чтобы я как бы не был голословным, я вам сейчас просто продемонстрирую. Вот яблоко упало. Смотрите, вот нажимаю и сок просто течет. Очень вкусное яблоко. Осеннее. Долго не лежит. Его просто нужно упало и кушать. При этом плюс большой у сорта этого в том, какой сорт, опять же, я не знаю, в том, что у него довольно растянутый срок созревания. То есть они начинают в первых числах сентября и до середины, там до конца октября созревать, постепенно падать. Рядом в соседних дворах растет 4 таких яблони. И вот я хочу эти яблони размножить. То есть нарезать черенков, привить и выращивать. Очень хороший сорт. Особенно для приготовления сока, фреша, да и есть сырыми. Вкусно, очень, очень вкусные яблоки. Груши. Какой-то старый, очень старый сорт. Потому что вот эти груши посадил одной бабушке отец. Эта груша растет где-то примерно под 100 километров отсюда. Ее бабушка привозит каждую осень и продает на рынке. Я хожу и покупаю эти груши. Тоже особенностью сорта является то, что он переполнен просто соком. Вкус сладкий. Вот такая вот груша. Тоже хочу, уже договорился с бабушкой, чтобы она мне привезла черенков. И буду прививать эту грушу и размножать. Еще одно яблоко. Здесь оно немножко побитое. Эти яблоки в количестве двух деревьев растут тоже в соседнем дворе. Непосредственно над проезжей частью, над дорогой. Во-первых, очень вкусные. Во-вторых, особенность яблони этого сорта, какой опять же я не знаю, заключается в том, что в сентябре начинают опадать листья. К концу сентября листьев очень мало на яблони. Но яблоки висят, очень долго висят. Они такие красные и просто красиво смотрятся безумно. Ну и плюс вкусные. Это яблоко упало. Я, вот видите, ударенное. Я его взял. Я их не ем, скажем так, потому что они над дорогой. Но иногда там одно яблоко могу скушать. Поэтому тоже срежу черенки и тоже буду прививать. Идем дальше. Вот это вот такие крупные груши. Груши с моей родины. Там я видел таких груш, наверное, штуки 3-4. Старые деревья, которым уже, наверное, за 50 лет. Вот такая вот форма груши приплюснутая. Это зимний сорт. Очень сладкие и просто обалденные груши на вкус. Один недостаток у этой груши, что она, начиная с февраля месяца, становится такой рыхлой. То есть она лежит долго, но после февраля месяца начинает не появляться такая рыхлость. Точнее в феврале. То есть до февраля лучше их съесть. Хотя и в марте их можно есть, но уже как бы текстура у груши не очень хорошая. Вот эти груши растут у меня на родине. Я знаю где. Я тоже хочу взять черенки и привить. Теперь, собственно, к чему я все это говорил, к чему я вел и о каких планах тоже говорил. Я хочу вот в этом году запустить и, начиная с 2016 года, работать в плане какому? С 2016 года я хочу начать собирать старые вкусные забытые сорта фруктовых деревьев. Не обязательно только яблонь и груш. Все годится. Слива, черешня, шелковица и так далее, и так далее. То есть я хочу бросить клич. Если у вас дома есть какой-то старый, вкусный, вам лично, сорт фруктовых деревьев, я готов помочь вам его сохранить и размножить. Вам придется только срезать черенок, отправить мне по почте. И я его здесь привью. Вырастет дерево. И я вам потом одно или несколько деревьев могу назад выслать. И вы себе посадите, у вас будет сохранен сорт. У меня есть еще на моей родине несколько груш. Например, одна груша, которую тоже посадил моего друга Прадед. И эта груша еще растет. Это летний какой-то сорт. Опять же, старый, очень вкусный. Груша похожа на эти, но крупнее. И вкус у них такой летний. Есть у меня, у родителей, яблоня, одна летняя, очень вкусная. И одна зимняя, очень вкусная. Тоже нужно сохранить сорт. Есть у моих родителей, у соседей, отличный летний сорт яблок. Очень какого-то такого интересного вкуса. Есть деревья, плоды, которые грех просто потерять. Поэтому, если у вас есть возможность и желание, сначала связывайтесь со мной, договоримся, как нужно и что делать. Я по этому поводу еще потом сниму видео. И будете высылать мне черенки, а я буду прививать. Конечно, приоритет это те, кто проживает на территории Украины, потому что проблема с пересылкой саженца потом возникнет в другие страны, особенно Европейский Союз и так далее. Но, в принципе, об этом нужно говорить. Возможно, у кого-то есть какие-то идеи. Если у вас есть желание помочь, можете помочь проекту финансово. Я реквизиты, возможно, размещу под этим видео. Но в этом я еще не уверен. Потому что все-таки нужно ехать за саженцами, покупать подвое, выращивать подвое, ухаживать за привитыми деревьями. Нужно ездить за черенками. То есть, это все-таки какие-то затраты по времени и по деньгам. Это не сумасшедшие какие-то деньги, но все-таки это какой-то кусок времени моего. Это отнимет. Но есть у меня такое желание. Поэтому, кто хочет поучаствовать в этом проекте, пожалуйста, внизу в описании к этому видео есть ссылка на мой аккаунт ВКонтакте. Заходите туда, пишите мне сообщение и будем общаться. Вот такой у меня есть план. Вот такая есть у меня задумка. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.